Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Сразу же в начале этого сюжета хочу поблагодарить всех моих зрителей, которые отнеслись с пониманием и с участием к моей проблеме и дали мне множество советов. Всегда вот в таких ситуациях я сама себе говорю, вот что значит, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Я тоже на террасе, на свежем воздухе. Дело в том, что у меня сегодня очень низкое давление 86 на 70 и как бы такая слабость. Это связано с тем, что я немножко расстроилась. В принципе есть для этого все основания, как бы это ненадуманная проблема. У меня две недели назад было назначено на сегодня тесты для того, чтобы определить уровень квалификации и так далее, и так далее, и так далее. Это связано с работой. И вчера вечером я получила сообщение, письмо на почту, что как бы это аннулируется на сегодня и переносится еще на одну неделю вперед. Конечно, для меня это очень плохо по двум причинам, потому что время тянется, это раз. И второе, что для меня невозможно на следующей неделе осуществить вот эти тесты, поскольку именно в этот день у меня назначен прием к врачу, который я не могу никак пропустить, поскольку если я аннулирую визит, то мне нужно будет опять снова ждать три месяца. И в общем, даже если не нужно было бы ждать три месяца, я не могу аннулировать, потому что мне нужно взять новое направление, рецепт и показать анализы. В общем, для меня это очень важно тоже, и, наверное же, как для каждого из нас здоровье намного важнее любой карьеры, любой работы. Но что мне неприятно в этой ситуации, это то, что встреча была назначена не за два дня, не за три дня, а за две недели. А сообщили мне об этом, что она аннулируется, потому что сегодня на утро у меня был назначен вот этот вот тест, и сообщили мне вчера только в шесть вечера. Как бы, если бы я знала заранее, то я могла бы как-то по-другому планировать свой день, и, может быть, возобновить какие-то другие рандевуи, назначить какие-то, запланировать другие дела на сегодня, а так я просто-напросто вчера так расстроилась, так мне это все не понравилось. Ну, в общем, даже спала плохо, но ладно, это в принципе не важно. И сейчас хочу более подробно рассказать о курсах, которые я посещаю, потому что некоторые мои зрители, ну, поняли, наверное, неправильно то, куда я хожу. И потому что появились такие комментарии, что, как бы, раз ты посещаешь эти курсы, значит, там тебе тоже могут помочь, помочь, и, как, если это психологические курсы, и там есть психолог, то, как бы, он и должен поставить твою башку на место. Эти курсы не предназначены для этого, это не лечебные, не профилактические курсы, это, скорее всего, такой факультатив, чтобы было понятно, как бы, для обучающей. Они есть разных направлений, разных тематик, и мною была выбрана именно тематика отношения семейные, психология семейных отношений. Во-первых, это нужно, как я считаю, для любой семьи, которая живет, для любой семейной пары, которая проживает вместе более пяти лет, потому что за длительный период времени чувства, как бы, притупляются, и вы начинаете жить, ну, не то, что как соседи, друзья, но уже нет той остроты ощущений, которая присутствует в начале ваших отношений. И чтобы не терять вот эту вот остроту, я считаю, что нужно куда-то двигаться, что-то искать интересное, чтобы твоя жизнь была так же яркой, красивой, счастливой, и чтобы все было хорошо. Поэтому, как бы, я выбрала, и тем более, что у меня свободное время сейчас, и я выбрала для себя именно вот эту вот тематику. Второе. Там нет, как бы, практикующих психологов, которые помогают тебе решать твои проблемы. То есть я не могу прийти и сказать, что вот у меня такая ситуация, что мне нужно делать дела, я их не хочу делать, потому что мне или лень, или просто-напросто нет желания. Не потому, что я устала, не потому, что там, что я там одинокая, несчастная или какая-то, просто не хочу. Как бы, это не работает, поскольку это не есть цель этих курсов. Люди туда приходят не для того, чтобы решать свои проблемы, а чтобы взять интересную, полезную для себя информацию. То есть, как бы, я не я, не кто-то другой, ну, не мои сокурсники, мы не можем прийти и сказать, что я там хочу вот это, а тема занятия совершенно другая. Мы обсуждаем, мы делимся своим опытом, мы делимся своими мнениями. Это очень интересно, и эти курсы мне тоже вот, как бы, иногда пишут, что ты уже, как бы, надоела, и это скучно, это неинтересно. Я не согласна. Может быть, это я, это моя вина, что я не могу передать именно то, что я там беру, поскольку, ну, как бы, я тоже, я же не профессионал, я не лектор, я не психолог, я не преподаватель, и я просто обычный человек, как бы, я пересказываю только то, что я там услышала, и то, что там, с чем я согласна и с чем не согласна. Поэтому, наверное, мои рассуждения некоторым кажутся скучными. Я, конечно, сожалею об этом. Постараюсь для тех, кто заинтересован в следующих видео, сделать что-то более интересное, но учту все претензии, учту всю критику, и, естественно, сделаю все, постараюсь сделать все в лучшем, в лучшем, в лучшем, в лучшем виде. Так, и, ну, думаю, с курсами все понятно. Понятно, кто там, что там, и что это не визит к психологу, для того, чтобы решить свою проблему. Это именно познавательные, образовательные курсы, семинары, лекции, потому что у нас происходит так, что преподаватель что-то, ну, ведущий, или даже как это, куратор, это же не знаю, как это, не совсем преподаватель, ну, в общем, он озвучивает тему, он высказывает мнение как профессионала, и потом уже мы начинаем говорить, да, нет, может быть так, а может быть так. Ну, в общем, все это вот в таком роде происходит, чтобы было понятно. И сейчас я тоже покажу и расскажу, поскольку начинаю готовить обед, и сейчас расскажу и покажу все про гриль, что очень много из вас спрашивают, многие хотят готовить на гриле прямо в квартире, в доме, не у всех есть террасы, и у некоторых просто балконы в многоэтажных домах, и, как бы, многие мои зрители интересуются, возможно ли это. Сейчас я все покажу, подробненько все расскажу, кому интересно, оставайтесь со мной. Так, сегодня на обед я готовлю колбаски, и хочу снова же вернуться к теме гриля, потому что многие из вас спрашивают, можно какой марки, можно ли на нем готовить в доме. Можно готовить в доме, он абсолютно не чадит, вот даже показывают, вот жарятся колбаски, а не чадит он потому, что вот туда внутрь, видите, наливается вода, минимум 1 литр, и когда вот этот вот жир с мяса или с рыбы, что я и рыбу готовлю, мы и тунца тоже на нем готовим на этом гриле, и мясо, и шашлык, единственный минус его, это то, что он небольшой, как бы на семью 2-3 человека его вполне достаточно, ну, как бы, смотрите, в принципе, здесь у меня 5 больших вот этих колбасок, можно и 6, даже 8 войдет, но когда вы, как бы на семью нормально, но когда вы делаете или, как я последний раз готовила отбивные, большие куски мяса, или же, когда приходит компания, то, конечно, ну, вот этого вот гриля, его недостаточно, а так я им очень довольна, работает он исправно, также есть вот здесь вот такая вот вещица, это, как это, как это сказать, в общем, ну, такая вещь, когда вот если нету соединения с вот этой вот железочкой, не знаю, наверное, ее видно или не видно, вот она, вот как раз я пальцем показываю, и если нет соединения, то вот эта красная кнопочка, она не загорается, и это говорит о том, что сама вот эта вот нагревательная спираль плохо установлена, и гриль работать не будет, как бы, ну, как по-французски это секюрите, а как по-русски сказать, ну, как бы охрана, наверное, и он тоже отключается через какое-то время самостоятельно, что продукты на нем не горят, он отключается и самостоятельно включается, как бы температура определенная держится, также здесь сколько у меня, раз, два, три, четыре разных мощности, вот здесь вот, как бы, подогрев идет, первая, вторая, вот, потому что, когда готовишь, то вторую порцию складываешь, первую мы начинаем есть, и вторая порция остается на решетке, и чтобы все это не подгорело, я, как бы, температуру убираю, и все, тем не менее, готовится, так что грели, и, как же я уже сказала, вот эти вот бортики тоже мне очень нравятся, потому что ничего, ни жир не разбрызгивается, ни соус, потому что и курицу я в соусе готовлю, ну, в общем, нахвалила свой гриль, как смогла, так что, вот, показываю наглядно, готовится, но этого, как оно, чада нет, вот я переверну, видите, сосиски, сосисы, они по-французски, ну, колбаски, они поджариваются, но абсолютно не дымят, я зимой, когда, или в дождь, когда плохая погода, хочется чего-то приготовить на гриле, особенно рыбку, то спокойно заношу, и он на ножках, вот здесь, вот, видите, вот эти ножки, и сам гриль, он снимается, ты его снимаешь, заносишь, и ставишь вот эту вот штучку на стол, так, ну, что-то у меня ни укроп, ни базилик, вы абсолютно не проросли, и пленочкой я их затягивала, пакеты не одевала, вот эту вот пленку, которой закрываю пищу, когда в холодильник ставлю, ну, чего-то, и тепло у нас так хорошо, ни дождя, ничего нету, ни ветра, очень хорошая погода, но что-то всходов у меня нету, хотя уже почти неделя прошла, где наша Тики проводит свободное время, да, Тикуша, а это что? Что это за листик у тебя там? Тикунета, Тикунета, ну, даже на наверху, вот здесь вот на шкафчиках сидит, на кухне, Тики, Тики, это твоя новая комната, да, Тикуша? Да, да. Так, и на ужин сегодня у меня лазанья со шпинатом и со сливочным кремом, и вот такой вот салат, здесь у меня отварной язык говяжий, затем отварная морковь, яйцо и обжаренные с луком белые грибы, и также я добавила один небольшой маринованный огурчик. Всем большое спасибо, что вы провели этот день со мной, желаю всем приятного аппетита, если вы тоже будете ужинать, и до новых встреч на моем канале, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok